Фу, все проплачено, Саботовского купил в Fujifilm, почему не написаны рекламные посты, если это реклама? Чуваки, мне просто нравится делать обзоры на камеру, а деньги я зарабатываю абсолютно другими методами. Поэтому, здоров киноделы, с вами Саботовский. У нас сегодня обзор на X-T30, на новую камеру, которую выпустила Fujifilm, которая является младшим братом нашумевшей X-T3. Мы посмотрим на нее в деле, поймем ее плюсы и минусы и сравним с ее прямыми конкурентами. Погнали! Самое важное то, что Fujifilm взял у X-T3 и засунул в этот маленький корпус, и в своего младшего брата, это матрица и процессор. Матрица осталась той же самой X-Transmos 4 с обратной засветкой 26 Мп, и хватает за глаза. С учетом того, что это обратная засветка, у нас благодаря этому еще и меньше шумов в лоу-лайте. И процессор она позаимствовала тоже у X-T3, поэтому у нас невероятные форматы и битрейты записи видео, а также очень высокоскоростная съемка фотографий. Это если вы спортивный фотограф, и вы каким-то образом попали на этот обзор. ISO у нас от 160 до 12 тысяч. Это, конечно, не Sony Alpha 7S Mark II, но хватает за глаза. Также сюда перекочевал автофокус, и он даже стал лучше благодаря новой прошивке, которая используется в этой камере. А это значит, что у нас 99% покрытие сенсора практически, фейстрекинг, то есть у вас лица определяет и на них фокусируется. И сам по себе автофокус это одна из ключевых вещей вообще, зачем покупать вот эту малыху. И все цветовые профили с X-T3 тоже вот так вот набежали сюда. Рассмотрим плюсы этой камеры. Первое и самое главное, то зачем вы сюда пришли, а в какой формат и с каким битрейтом она пишет видосики. И эта малыха может писать в 4K UHD 200 Мбит в секунду, что абсолютно недоступно для ее конкурентов. Того же самого там Panasonic GX9 или Sony A6300. Но важно учесть, что у нас 4K, но 8 бит, потому что Fujifilm ограничил нам функционал, чтобы сделать эту камеру дешевле ее старшего брателлы. Но вы можете выводить 10 бит на внешний рекордер через внешний HDMI. Вряд ли кто-то будет этим заниматься, когда у вас такая компактная камера и вы хотите сохранить ее в таком виде, но тем не менее, возможность у вас это есть. А это значит больше информации, которую вы потом сможете крутить, вертеть у себя на посте. Также у нас вменяемый 120 FPS Full HD. Но помимо того, что вы можете обкрутиться на посте, самое главное, что здесь есть, это цветовые профили от Fujiko, которые они там разрабатывали 40 лет и сейчас имплементировали в свои камеры. Это математические хитрые формулы, которые делают цветокоррекцию уже сразу внутри. Камеры, повторюсь, как в прошлых блогах, если не смотрел на X-T3, он вот здесь. Они сделали следующую вещь. У вас сначала на исходный материал, который она получает с сенсора, камера, накладывается цветовой профиль, то есть на RAW изображение. И только после этого пакуется в кодек. А это значит, что вы имеете, допустим, вот вам понравился какой цветовой профиль, вы его выбрали, вы в него снимаете, камера сразу делает цветокоррекцию на необработанный материал. Без артефактов, без шумов и прочих проблем, которыми вы могли бы столкнуться, если вы крутили на посте. Она все это делает здесь. И если в других камерах это классика, там, знаете, типа стандартный, портреты, там, лэндскейп, ландшафты и прочее, и какой-нибудь обесцвеченный, то здесь это специальные профили, которые имитируют реальную пленку. Ты хотел всегда снимать на пленку, но не знал как? Возьми эту малыху, поставь этот профиль. Астоловиста, досвидос. Теперь ты снимаешь, как все эти чувачки клевые, решки, там, и так далее. Welcome. Салам алейкум, брат. Салам алейкум, брат. Пора записывать, интегрируйте. Чуваки, я был в будущем, и там круто. А знаете, где еще круто? На фотофоруме, на котором будет выступать вся наша компания, а точнее размещаться. Фотофорум будет с 11 по 13 апреля. Там будет куча компаний, которые имеют прямое отношение к видеосъемке. Будет touch and drive, будут выставки, всякие там стенды, спикеры. Мы там будем выступать. Вы можете туда прийти с нами, познакомиться. Это если вы приобретете билет. Но также мы разыграем между вами 10 пригласительных билетов. Это значит, что вы везде сможете быть, сможете потрогать, сможете с нами пообщаться, с другими там чуваками потусить и так далее. Но доступ на некоторые лекции вам будет закрыт, поэтому бегом там в описании, там все подробности будут. А условия, как обычно, все как ты любишь, дружище. Репост этого видоса в своей соцсети. А внизу в комментариях под этим видео написал, хочу промокод и ссылку на свою соцсеть. Все, беги. Если ты сравниваешь там, допустим, Fujifilm с Panas, Sony Canon и так далее, то, что я продолжаю наблюдать тенденцию, которую я продолжаю наблюдать в камерах, которые сейчас выходят, они штампуются без особого внимания к дизайну. А это пипец важно. Особенно, когда на рынке все уже практически снимает в 4К, и ты не знаешь, как выпендриться даже внутри для себя. И ты думаешь, а зачем же еще гнаться? И вот тут уже в дело выходит Fujifilm, который выглядит, извините меня, как офигительный пленочный зенит. Только здесь у вас все в металлическом корпусе, и еще снимает 4К. И ты становишься королем балла. И я реально считаю то, что дизайн это очень важная часть и очень веселое преимущество вообще всей линейки, как бы и XT, и вот Fujifilm. И в руке лежит удобно, но еще бы удобнее, правда, лежало, если бы я знал, куда засунуть здесь мизинец, и для этого есть специальное приспособление с Алиэкспресса. Такая площадочка, которая вот здесь вот так, оп, крепится, и у вас сразу хват еще лучше делается. На XT3 было удобнее. И минутка маленькой интеграции. К такой модной камере нужен не менее модный ремешок. И вот это мне прислали ребята с Украины, компания Native, которая занимается как раз тем, что, по-моему, там один парень на самом деле, он вручную шьет из кожи, делает охренительные ремешки. Очень приятно, очень удобно пользоваться. Вот вам небольшой лайфхак сразу же. Если у вас камера без внутренней стабилизации, натягивайте ремешок. И сразу у вас камера гораздо стабильнее себя чувствует. Мужик, спасибо. Ссылка в описании. Также основной отличительной особенностью всей линейки XT3, там, T30 является именно автофокус. И я не так часто автофокусом в своей жизни пользовался, как и вы киноделы. Хотя многие сейчас начинают орать, то, что, типа, дайте нам автофокус, нам надоело крутить все руками. И я на все это в своей старческой, пердяческой горы смотрю и думаю, ребят, ну вы что, типа, что, руками не можете покрутить? Но когда я начал пользоваться автофокусом на этой штуке, то ты сразу забываешь про то, что тебе надо крутить руками. Тебе иногда проще тапнуть в то место, где должно быть, чтобы фокус туда словился. Потому что здесь один из самых рабочих автофокусов, которые я видел. То есть по лицу тречит, ну, отлично. Пропало лицо, он тречит на ту область, которая у вас была выбрана. Если вам надо задержать объект в кадре, здесь кнопка специальная для этого есть. То есть и он рабочий, ты не видишь вот этого вот трек-фокуса постоянно. Он плавный, ты можешь настройки вообще для себя подобрать. Но я там по максималке все ставлю. Там, по-моему, скорость трекинга плюс 3 и сама его чувствительность плюс 3. Мне комфортно. И ты пользуешься, и ты не заморачиваешься. Ты понимаешь, что на выходе у тебя будет рабочий, как бы, материал. Конечно, не для рекламы, потому что вообще в рекламе не надо автофокус использовать. Но для своих видосов или для тех, которые вы начинаете получать свои первые деньги, это прям отлично вас освобождает руки. Особенно, когда вы снимаете с электронного стадикама. Там вообще пушка. Эта камера будет отличной для того, чтобы вообще начать знакомиться с фуджифильмом. И если вы хотите полностью раскрыть все кинематографичные возможности кроп-сенсора и получить хорошую глубину резкости, которая вам будет размывать задний фон на кропнутом сенсоре, тогда я вам советую, как бы, брать и линзы с открытой дыркой, которой у них предостаточно. Мы, как бы, тестировали 90 мм с дыркой 2. Было круто. Автофокус хорошо отрабатывал. Потом у них есть просто чумачический объектив 16 мм 1.4 с очень крутой блендой. То есть для широкого угла такая дырка, это очень круто. Позволяет вам получать, опять же, кинематографическую картинку. И они еще дали мне на тест 23 мм 1.4. Вот. Автофокус с ними со всеми хорошо работает, в этом проблемы нет. Но лучше всего он показал себя на китовом объективе 18-55 еще со стабилизацией. Это очень важно будет для вас там на начальном этапе, потому что камера без стаба, повторюсь. Фишка в чем? Объектус новенький. И вы можете выкинуть у себя из головы то, что фу, кит, это их хрень, на нее ничего невозможно снять. Вот на эту штуку уже можно зарабатывать деньги и получать нормальную картинку. И это очень круто, потому что он недорогой. И вот для старта вы, покупая его, соответственно, имеете большой разброс по фокусным расстояниям, учите с ними работать. И в то же самое время он вам дает клевую картинку. На коротком отрезке тут дырка 2.8, а когда до 55 доходите, будет 4, будет темновато. Это учитывайте. Но мылить все равно будет, вам этого хватит. Очень клевый объективчик, всем советую. То есть даже не думайте, что типа фу, это кит, я не буду его покупать. Норм. Всем прям отвечаю. Но, скорее всего, если у вас есть уже какая-то линейка своей оптики, вы можете просто взять переходник от Viltrex. Он же с пидбустером еще будет. Получите прирост там по экспозиции и будете счастливы. У, например, Николая из Photoranger. Там они как раз появились. Там где-то в районе 14 тысяч. Можете купить, потестить, попробовать. Но учтите, что для того, чтобы полностью раскрыть все возможности писать там 4K 200 мегабит, вам надо будет именно использовать быстрые карточки. То есть мы использовали, например, SanDisk. Вот такую 95 мегабайт в секунду. Нам как раз спокойно хватало, все записывалось. Также тут еще очень удобно реализован функционал всей камеры. То есть настройки все под рукой. Кнопки можно назначить абсолютно на все. Даже крутилка, которая ответственна за ISO, ее можно нажимать и за выдержку тоже. Вот эти вот крутилки, которые у вас антуражные, как со старых камер остались. К этому тоже очень быстро привыкаешь и понимаешь удобство всей этой затеи. На самом деле, если между там Panasonic'ом суперудобным и вот этой менюшкой от Sony, в которой невозможно разобраться, что и где, Fujifilm находится ближе к Panasonic'у. Работать удобно, прикольно, экран сенсорный, с этим проблем нет. Я был удивлен, как эта штука ведет себя в лоу-лайте. Потому что когда снимаешь в темноте, я понимал, что здесь сенсор и процессор остался тот же самый и обработка вся та же самая. Но я думал, Fujiku режет и эту вещь, потому что камера все-таки низшего ранга для начинающих. Но там все осталось на прежнем уровне. Я не знаю, то есть ты чуть ли не включаешь там 8000, а у тебя вменяемая картинка, которую можно использовать. И это очень круто. И еще один лайфхак. Если хотите суперкинематографичные картинки, то, ребят, задумайтесь над ND-фильтром с переходными кольцами. ND-фильтр нужен нормальный. Не с алика за полтора конца, а где-то тысяч за шесть. Можно взять переменный, но он должен быть дорогой для того, чтобы он работал нормально. Но как только вы эту штуку приобретете и начнете ей пользоваться, вы поймете весь кайф затеи. Потому что вы выставили именно выдержку, которая вам нравится по смазу и со, с которым вам удобно работать. И диафрагму открытую, чтобы была глубина резкости нормально. И крутите только переднюю вот эту штуку, регулируя тем самым светопропускную способность объектива. И это очень важно. Потому что когда ты смотришь один видос, а у тебя там разные настройки и где-то смаз нормальный, а где-то нет. Эта кинематографичность упортит нахрен. Поэтому задумайтесь над этим. Сюда бы тоже было неплохо ND-фильтр. Да и на твою камеру было бы неплохо ND-фильтр. Да и на твой мобильник было бы неплохо ND-фильтр. Детализация картинки финальной в 4К у нас на очень высоком уровне, потому что она делает даунскейл у себя программно с 6К сенсора кропнутого до 4К. То есть без каких-то там подстрочных пропусканий или, соответственно, вообще просто кропом. То есть она берет и вот сжимает всю вот эту вашу информацию до 4К. А это значит то, что шумов меньше, картинка резче. Все довольны. И вы можете меня спросить, а в каких же настройках снимать в эту штуку, чтобы получать кинематографичную картинку? Если не хотите париться, снимайте в интерно, тогда у вас будет возможность еще что-то подкрасть, если вы захотите. Потому что это как раз самый такой обесцвеченный пленочный профайл, который здесь установлен. У нас там еще стояло то, что плюс 3 автофокус по чувствительности, плюс 3 по скорости. Все писалось в 4К по максимуму 200 мегабит в секунду. Настройки шумоподавления, там цвета и прочего мы не трогали. Баланс белого тоже был на автомате. Но если вы совсем нуби и не знаете, как делать выдержку и не можете в диафрагму, то тогда вы вот здесь вот тумблер включаете вверх и запускаете ваш звездолет к самой кинематографичной звезде, потому что настройки все будут восстанавливаться автоматически камерой, и вам не надо будет над этим запариваться. Но потом лучше пойдите и изучите. Эта штука крутая, вот прям для совсем новичков. Ну, я был бы полной продажной жопой, если бы мы с вами не поговорили про минусы. Они здесь есть. Для того, чтобы сделать ее дешевле на 40 тысяч, в Fujifilm пришлось ограничить ее функционал. Поэтому у нас нету здесь 10 бит, у нас нету и в 4К 400 мегабит. Потом мне не очень понравилось, как расположена у них кнопка Q вот здесь, потому что ты держишь камеру вот этим хватом и периодически на нее нажимаешь, а ты этого делать не хочешь. Также у этого прекрасного дизайна и компактности есть обратная сторона, что хват не совсем удобный. Руки у вас, если вы как я, будут трястись, а без внутриматричного стабилизатора это все превращается в проблему, в очень большую. Поэтому лечить это можно объективами со стабилизацией, либо какими-то системами с тадиками, электронными стадиками, слайдерами, ставьте ее на штатив, куда угодно. Но тряска будет, и вы должны помнить об этом. Также очень большой минус, что блок батарейный у нас вот здесь, а это мешает вам к нему добраться, когда у вас штативная площадка установлена. А батарейку она держит где-то порядка 45 минут, часа, поэтому менять придется. А карточку тоже здесь, тоже надо менять. А у вас здесь площадка от штатива, или она на электронном стадиками, и все. Но если вы учитываете все эти вещи, то получаете очень хорошую рабочую машину. Выводы. Fujiku удалось еще разок сделать очень хорошую камеру для своей аудитории. И если ты, мой дорогой кинодел, хочешь познакомиться вообще со всей линейкой Fujifilm, понять, что это такое, потрогать, там потестить, то это отличный вариант. Можно там в ренте взять, когда они появятся, или, соответственно, там рискнуть и купить, если ты боишься. Но ничего страшного для тебя не случится. Если ты там сидел на Panas, то ты получишь кропнутый сенсор, больше света, останешься доволен. Если ты сидел на Sony, то ты поймешь, что денег ты на все потрачешь гораздо меньше, если бы собирал эту систему на Sony, например. И если взять ее прямых конкурентов, то там Panasonic GX9, да, плюс в том, что у тебя есть внутриматричная стабилизация, но у тебя кропнутый сенсор и 100 мегабит. А у Sony A6300 та же самая проблема, только там еще внутриматричной стабилизации нету. И вообще, то есть, я как-то вижу, что вся тенденция рынка, она именно сворачивает свой вектор, поворачивает так, больше в сторону Fujiko и Panasa. И, скорее всего, скоро два этих гиганта будут соперничать между собой, нежели там Sony и Panas, как было до этого. Поэтому, если вы уже присытились с Panasonic'ами, сониками, там, хотите попробовать что-то новенькое, тогда это вот сюда. Ну, или если вы совсем извращенец, сможете Pentax взять. Но, если вы хотите все-таки деньги зарабатывать, получать нормальную картинку, то берите эту малыху, не прогадайте. Но, главное, учитывайте минусы, потому что, если они для вас критичны, это не ваш вариант. С вами был Соботовский, подписываемся на канал, ставим лайки, звеним бубенцы. Изи, кам, изи, гоу. Снимаем видосы, рубим бабосы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok